добрый день ребята сегодня мы будем рисовать розовую пантеру где наша николь где остальные ну давайте тогда перенесем на следующий подождите выпало возвращается николь интернет шалит вася привет это николь николь мы тебя не видим привет николь как дела хорошо здравствуйте привет привет ты сегодня готовилась будешь рисовать на вещах или хочешь полочка чистая белая и первый раз поэтому я на скатерти ну хорошо . тоже подойдет мы сегодня будем рисовать такую розовую пантерку мордочку нравится давай теперь скажу как рисовать бери сначала простой карандаш и рисуй ски вот смотри для того чтобы я тебе сейчас расскажу ты потом себе будешь узнать как делать надо нарисовать размер который ты хочешь это приблизительно уже будет размер нашей мордочки вот такой овал и через него провести линию посредине на этой линии нужно почти посредине провести еще полукруглую линию и вот такую треугольную на эту треугольную линию посадить два глаза вот такие два овала давай я начну тоже рисовать и ты будешь тоже это видеть после того как мы нарисуем два вала мы немножко увеличив объем сбоку делаем ушки я кладу здесь сбоку чтоб ты видела и мы начинаем вместе с тобой рисовать да у тебя есть текстильные красочки или ты будешь обычными рисовать который для одежды вот на ты умничка молодец замечательно хорошо да повторю для тех кто не знает что нужно обычно покупать текстильные красочки они простые чтобы они после стирки не смылись а а также мы еще используем надо текстильные фломастеры для ввода контура тебе видно хорошо да вот я беру листочек и рисую на нем овал приблизительно мой овал будет где-то где-то сантиметров сантиметров 12 по ширине и сантиметров 8 по высоте вот такой овал я наметила себе чтобы не выходить за рамки и аккуратно провожу карандашиком вот такую овальную линию вот я провела эту овальную линию также я провожусь посредине линию чтобы поделить наш овал пополам и уже буду рисовать фломастером чтобы тебе было лучше видно значит на этом овале мы делаем одну линию вот такую идущую вниз давай обведу овал чтоб ты видела вот такой у нас овал и одну линию так а вторую треугольником немножко наверх на этой линии мы намечаем овальные глаза они у нас где-то на небольшом расстоянии где-то сантиметр между ними расстояние здесь мы намечаем зрачок один и второй и дублируем его большой линии округлой вот у нас один глаз и второй глаз получается теперь мы рисуем ушки ушки они у нас будут на расстоянии от глаза от глаз где-то сантиметра по два где-то по два сантиметра нету больше никого и больше на кроме удобных и рисуем большие такие вот круглые кажется я зашла ты вот посередине сделай что ты хочешь сядь хорошо чтобы локоть лежит подними жопу сядь удобно что ж ты кричишься здравствуйте здравствуйте николь у тебя получается если у тебя какие-то вопросы задай мне спроси что если что-то непонятно если тебе нужно чтобы я подождала я тебя подожду подождать тебя хорошо я тебя жду значит для того чтобы рисовать на ткани нам обычно нужны значит красочки кисточка синтетическая еще нам нужна палитра чко для того чтобы мы разводили на ней красочки и немножко воды в текстильные красочки много воды не подливаем потому что они могут у нас расплываться на ткани и будет некрасивая пятнышко поэтому совсем совсем немножечко добавляем вечером когда высохнет твой рисуночек попросишь маму чтобы мама прогладила тебе его через тряпочку течение нескольких минут горячим утюжком и стирать желательно при при деликатной стирке 30-40 градусов ну как получается показывает у меня глаза не очень сильно получается умничка молодец хорошо тогда я продолжаю когда мы нарисуем вот такие вот ушки нарисуем щечки округлые вокруг они у нас будут заканчиваться вот там где вторая линия нижняя и делаем вот такие красивые щечки с одной стороны и с другой стороны и все осталось а провести верхнюю линию где будет проходить голова дальше осталось а там где и усики нарисовать носик и усики здесь мы рисуем вот такой треугольник достаточно большой здесь вот так и сюда вниз это будет наш нос вот я за штриху его чтобы было видно что это наш нос вот такой наш нос здесь еще проводим небольшое расстояние и отмечаем где наши усы ты будут проходить вот так вот вот так делаем вот такой вот два полукруга отсюда мы прорисовываем рот и и вот так удлиняем чуть-чуть здесь снизу вот у нас и получилось а практически пантера значит заштриховываем зрачки чтобы было видно где она где ее глаза оставляя небольшой блик внутри глаза также прорисовываем усы можно также дорисовать ей улыбку которая вот здесь вот заканчивается совсем небольшие такие галочки вот получилась а такая у нас симпатичная розовая пантерка теперь ее будем раскрашивать красочками для этого нам понадобится любая ткань или футболка или наволочка ничего страшного даже если кто-то рисует просто на бумажке мы пока тренируемся и делаем наш рисунок одеваем футболочку внутрь внутрь мы прокладываем еще несколько несколько листков ткани чтобы рисунок был когда мы начнем красить не откречатался на спине что по-любому должна быть картонка желательно потом рисунок сам вынуть просто оставить картонку или лист бумаги плотно или несколько листов из альбома потом мы выкладываем смотрим где нам будет удобно видеть наш рисуночек чтобы он был симметричный с обеих сторон взяла как обычно белую футболочку вот проложила и теперь беру фломастер фломастер тоже текстильные вот такие есть текстильные фломастеры продаются они очень удобные в использовании и начинаю обводить нашу пантерку обязательно когда мы обводим фломастера желательно вывернуть футболочку где-то снизу и попробовать как он пишет пишет ли вообще и какая у тебя линия получается вот я попробовала у меня получается тонкая аккуратная потому что я держу перпендикулярно и не давлю на нее если я буду давить на ткань фломастером то получается за закладываются закладывается материал и получаются складочки соответственно линия будет некрасивая неровная теперь я знаю как правильно держать фломастер аккуратно и перпендикулярно и начинаю обводить наш контур он должен быть красным или черным ты можешь любой выбрать какой у тебя есть у тебя есть черный обводи черным ничего страшного какой у тебя есть у меня есть красный черный а ну тогда ты можешь выбрать что тебе больше нравится черный хорошо обводи черный так обводим аккуратно ушки значит обычно если ткань тонкая и может заминаться мы вот так вот можем придерживать двумя пальчиками не растягивая а просто аккуратно придерживать чтобы ткань не согнулась рисуем понемножечку потому что если мы начнем рисовать сразу проводят длительные линии у нас может немножко закошлатиться наш фломастер поэтому рисуем аккуратно касаясь самым-самым кончиком чтобы линия была тонкая аккуратно лучше лишний раз еще раз потом ввести чем сделать неаккуратную толстую линию также прорисовываем глазки можно делать прорисовку и кисточкой если есть тонкая кисточка единственное что надо ее прокручивать тоже рисовать самым кончиком можно если есть какие-то линейки с овалами можно прямо по линейке провести овал чтобы он был ровный красивый используем подручные средства чтобы рисунок получался четким и красивым также внутри проводим большие зрачки потом я их за штриху и черного пока поскольку я делал общий контур я уже обвожу все красным потом буду выделять другими фломастерами вот так аккуратно проводим ушки я подвожу красный потому что я потом еще продублирую оранжевым и линия будет широкая можно также черный продублировать другим фломастером все зависит от твоего желания твоего вкуса внутри тоже такие есть небольшие овальные обозначения где ее слуховой канал проходит и соответственно так чтобы не было много пустыми полков такой заполняет красиво делает рисунок также мы проводим вот тут такой треугольничек сверху и уже прорисовываем сам носик носик у нас похоже тоже на треугольничек только уже без острых углов также мы проводим обозначающие линии где его усы и мордочка заканчиваются некоторые рисуют сразу же на материи но для этого нужно сначала все равно нарисовать эскиз если вы рисуете сверху так рисуйте или простым карандашом или же можно взять мелки вот здесь у меня будет еще проходить улыбочка вот так я провожу мысленно здесь меня и добавляю такую маленькую щечку как-то так и можно разрисовывать я выну на всякий случай эскиз потому что иногда если обычный фломастером прорисован эскиз он может выпечататься просто лист бумаги плотную внутрь и теперь буду красочками разукрашивать также я могу фломастерами еще прорисовать небольшие участки нашего рисунка у нас здесь зрачки берем черный фломастер и смело растушевываем вот такие большие зрачки оставляя внутри оставляя внутри такой блик мы небольшой овал для того чтобы придать живость взгляду вот такой овальный зрачок получается черный также черным и прорисуем усы а еще у нас остались такие же небольшие прямоугольники как ее бровки она удивленность сегодня у нас подняла бровки рисунок желательно рисовать сверху вниз чтобы не испачкать потом рукой не задевать вот я прорисовываю такие маленькие прямоугольнички это у нее такие бровки приподнятые вот так с двух сторон одинаковые черные бровки также мы прорисовываем уст и аккуратно не спеша делаем вот такие тоненькие черные полосочки все теперь можем раскрашивать как получается покажи молодец умничка для того чтобы нам раскрасить розовую пантеру нам понадобится розовая красочка оттенков для этого мы можем ярко розовый помешать с белой красочкой и получится у нас разные оттенки например там где ее носик это будет самая светлая розовая красочка вот я сейчас быстренько прокрашиваю удобно прокрашивать такой простой синтетической квадратной кисточкой если я задену усы то ничего страшного я потом могу случайно так точнее аккуратно сверху перекрыть если случайно я задену вот так прорисовываем нашу пантерку вот так аккуратненько стараемся не спешим с обеих сторон делаем светло розовые такие части саму голову мы прорисуем чуть чуть более темно розовым вот так за штриховываем все все такие товары для раскрашивания футболок можно приобрести в магазинах народу творчество творчество на там также продаются трафареты фломастеры все достаточно доступно и увлекательно было бы желание у вас получится отличный результат если например вы рисуете на цветной какой-то ткани то вам придется сделать или белую подложку или вернуться сделать несколько раз перекрыть одну и ту же деталь поэтому на белой футболке и получается удобнее рисовать что сразу же видно эффект сразу же с 1 получается четкий яркий рисунок но если хочется на цветных это тоже не проблема можно на цветных рисовать вот я закрашен нижнюю часть и сейчас будем накрашивать верхнюю часть можно уже покупать футболочки с рукавчиками такие кофточки желательно были из хлопчата бумажной ткани потому что на синтетической ткани она будет хуже ложится краской возможно после стирки возможно после стирки краска добавляем немножко более яркой розовой краски и делаем верхнюю часть чуть чуть более розовую у меня вот такая вот краска 2 2 2 розовых краски я взяла можно также если есть яркая просто добавить туда белой немножко воды совсем одну капельку прокрашиваем верхнюю часть она будет более розовая если кто-то рисует первый раз то желательно вначале просто попробовать на кусочки ткани чтобы вы почувствовали какую нужно делать консистенцию консистенция должна быть сметанообразная достаточно густая и также посмотреть чтобы не было много воды иначе ваша краска расплывется по ткани и образует пятна кисти обязательно синтетические сейчас они продаются во всех детских магазинах очень по доступной цене аккуратно возле глаз желательно нигде не накапать потому что снять эту краску уже будет сложно если не успеваете то не страшно можно потом доделать после урока можно вернуться даже завтра к рисунку и послезавтра и лишь только после того как вы решите что он закончен можете прогладить получается у тебя не год молодец когда вы пробуете на выбор одни стороне футболочки ваш фломастер желательно чтобы этот фломастер был светлым чтобы потом вас не беспокоило темное пятно на футболке которая может потом виднятся наружу поэтому если вы пробуете изначально рисовать фломастера аккуратно маленькую полосочку одну-две чтобы почувствовать с какой силой надо давить на фломастер и желательно это чтобы был не темный фломастер или же просто потренируйте 50 день на отдельно взятой на отдельно взятом кусочки ткани вот так вот уже будем к завершению желательно палитру держать чтобы она была небольшая держать ее прямо над рисунком потому что если вы будете нести далеко кисточку с кисточки может упасть капелька это испортит наш рисунок надо лишь работать осторожненько и спокойненько никуда не спешите не нервничать тогда все получится хорошо в крайнем случае если вы даже капнули это принципе тоже исправимо вы тогда берете разные краски и копаете еще в нескольких местах и получаются разноцветные яркие пятнышки что тоже принципе считается модным и интересным но если у вас задумка просто нарисовать четкий красивый рисунок то тогда нужно постараться чтобы этого не произошло вот мы прореза рисовываем нашу мордочку таким же ярко-розовым нужно прорисовать внутри язычок или даже еще более ярким ну так что он выделялся и нарисуем и красный носик красный носик и желтые глаза иногда бывает после высыхания некоторые остаются просветы их вы можете опять-таки перекрыть еще одним слоем если вы добиваете очень добиваетесь очень яркого цвета то тогда лучше перекрыть второй раз после высыхания так здесь мы прорисовываем носик ярко-красный вот такой совсем немножко водички бывают краски жидкие бывают густые желательно их не смешивать особенности не разных фирм просто прорисовывать отдельные детали какими-то более жидкими какие-то более густыми вот мы прорисовали но и еще у нас остались а верхняя часть носа и ушки мы нарисуем совсем совсем бледной красочкой для этого мы добавим еще в светло-светло-розовый еще чуть-чуть белого вот такой бледная бледная розовая вот мы закрасим оставшиеся оставшиеся части потом можно еще раз фломастером пройтись если мы зашли на наш контур можно еще продублировать цвет другим цветом теперь остались у нас только глаза и продублируем другим цветом цвет я взяла для глаз ярко-ярко-желтый такой ультрафиолетовый можно любой другой желтый брать кому что нравится вот так прокрашиваем еще зрачки и получается очень яркие красивые глазки получается николь рисовать закрашивать также можно делать надписи на таких футболках можно делать от руки если очень полиграфический четкий почерк также можно покупать различные трафареты и можно делать самим трафареты все зависит от желания и от задумки автора вот такие у нас ярко-желтые глазища также можно делать акварельный эффект но это под настроение и немножко потренироваться надо для того чтобы сделать акварельный эффект отдельно рисуются мокрым мокрой чистой водой пятнышко а потом туда немножко добавляется краски и тогда получается акварельно красивые размытые пятнышки теперь я продублирую ярко-оранжевые наверно краской я не краской а фломастером сейчас проверим пишет хорошо теперь складываем закрываем плотно красочки чтобы они не повысыхали делаем завершающую лодку дублирующим фломастером по кругу аккуратно тогда у нас получается немножко более объемная еще более ярко если какие то вопросы у тебя то спрашиваем если мы рисуем что то что на рисунке и нам желательно не размазать этот рисунок тогда отставляем мизинчик ставим где-то упираемся на каком-то месте где уже подсохла и продолжаем рисовать чтобы не висеть в воздухе рукой упираемся аккуратно на мизинчик но потом этот мизинчик надо помыть если он немножко все-таки отвечал остался в красочке чтобы нигде не поставить пятно вот мы сделали дублирующую линию и она у нас уже получилось еще ярче чем было также можно вернуться каким-нибудь фломастером добавить еще какие-нибудь мелкие детали и желание также фломастером удобно делать надписи а потом уже внутрь заливать красочку одни фломастерами рисовать не получается потому что во первых они быстро заканчиваются во вторых потому что рисунок объемнее все-таки когда он с краской внутри фломастер дает только тонкий контур и некоторый эффект так так а 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